30 октября в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий. Именно в этот день, в 1974 году, узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе провели голодовку. В памятную дату в России проходят траурные акции и мероприятия, посвященные политрепрессированным. В этот день в Колпашеве состоялось торжественное возложение цветов у памятного знака на территории возле часовни на улице Коммунистическая. Участие в церемонии приняли представители районной администрации, местные депутаты и работники культуры, священнослужители Вознесенского кафедрального собора провели специальный молебен. По окончанию богослужения присутствующие возложили к часовне цветы. Участие в мероприятии приняли колпашевцы, родственники репрессированных. Иван Буряков пришел в этот день на территорию храма, чтобы почтить память своего деда. Кого вы сегодня вспоминаете? Вспоминаю деда Гаврила, зарасстрелянного в Колпашево в 1937 году, как враг народа. Я сам до 1989 года был под комбинадурой, да я с 1934 года. Мне было три года, когда признали врага народу, деда. Отца забрали на КВМУ, в работники. И вот с тех пор так и мыкаемся. Память о трагических событиях важна не только для людей, чьих семей они коснулись, но и население страны в целом, отметил епископ Колпашевский и Стрижевской Силуан. Мы живем в том крае, который помнит и слезы, и страдания многих тысяч людей, которые оказались здесь невольно. Поэтому мы живем на этой земле, и мне кажется, у нас лежит особая ответственность за память о как славных, так и трагических ее страницах, исторических. Но мне кажется, что не только те, кто живут в Нарымском крае и в подобных ему местах, где были лагеря, где жили сцельные, но и все жители нашей страны должны помнить об этом трагическом периоде. Вообще ничто забывать нельзя. Забвение в жизни отдельного человека – это вообще болезнь. И когда человек поражен, бывает этой болезнью, он теряет себя. Так же и народ. Который забывает свою историю, теряет себя. Да, в истории есть славные страницы, есть трагические страницы. Помнить нужно то и другое. Славные страницы мы помним для того, чтобы ими вдохновляться для будущих свершений, чтобы не опускать рук, не унывать под тяжестью каких-то испытаний. А трагические страницы нужно помнить для того, чтобы не повторять ошибок, чтобы учиться на опыте. Отметим, что памятный знак жертвам политических репрессий был перенесен на территорию Вознесинского храма в 2018 году. Ранее он располагался в роще напротив церкви. Позже на территорию храма была заложена часовня в память о политрепрессированных. Еще одно священнослужение прошло в этот день на Колпашевском яру в переулке Моховой. Напомним, местный яр известен как место массовых захоронений людей, расстрелянных или умерших в тюрьме НКВД по Нарымскому округу в 1930-1940 годы. По данным общества Мемориал, общее число захороненных в Колпашевском яре составляет около 4000 человек. Захоронения были случайно открыты в конце апреля-начале мая 1979 года, когда весеннее плаводие реки Офь подмыло берега и обнажило одно из них. Но вскоре и останки, и признаки захоронений были ликвидированы. Чтить память жертв политических репрессий на Колпашевском яру – ежегодная традиция, которую не следует забывать, рассказал районный депутат Владимир Подойницын. В нашей истории, нашей страны, нашей родины, России много было трагических дат. И одно из таких мест – это наш знаменитый, печально знаменитый Колпашевский яр. Необходимо помнить это в будущем, чтобы это не повторялось. Нужно учитывать все наши ошибки и не допускать их. Самая главная, самая ценность наша человеческая – это жизнь человека. И поэтому мы ежегодно сейчас традиционно собираемся здесь на Яру, вспоминаем эту дату. Хотя сейчас этот берег уже ушел. Он где-то был еще, как и с историей, где-то метров 300 отсюда. Но все равно это как напоминание нам и напоминание будущим нашим потомкам, что нужно помнить историю, ничего не забывать. Добавлю, с началом принудительной коллективизации сельского хозяйства и ускоренной индустриализации в конце 1920-х, начале 1930-х годов, а также укреплением личной власти Иосифа Сталина, репрессии приобрели массовый характер. Особенного размаха они достигли в 1937-1938 годах, когда сотни тысяч граждан были расстреляны или отправлены в лагеря ГУЛАГа по обвинениям в совершении политических преступлений. С разной степенью интенсивности политические репрессии продолжались до самой смерти Сталина в марте 1953 года.